МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться». Мы сначала эти семьи обзвонили, уточнили, что именно необходимо. Ну, вот и все однозначно сказали, необходимы, конечно, новые рюкзаки. 25 августа на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям была рассмотрена текущая обстановка в Десногорске и области. Так, за сутки на Смоленщине зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В Десногорске новых случаев заражения не обнаружено. При этом МСЧ-135 продолжает находиться в состоянии готовности к вирусу. Возможности есть, медикаменты у нас есть, проблем в этом плане никаких нет. Сотрудники работают, у нас точно дежурят врачи. Важной превентивной мерой остаётся контроль состояния граждан на рабочих местах. Особенно это относится к тем, кто прибыл из других регионов. Предлагаю усилить контроль всем, контроль за работниками, которые возвращаются с отпуском, с командировок и длительно отсутствующие вообще на работе. Новой редакцией указа губернатора области сняты ограничения с численности культурно-массовых мероприятий. Ранний предел был в 300 человек. Все остальные меры действуют до 7 сентября. У нас остаются ограничения по соблюдению социальной дистанции. Соответственно, мероприятие на открытом воздухе проводится с расчётом 4 квадратных места на одного человека. Ближайшее культурно-массовое мероприятие в Десногорске – это концерт «10 песен атомных городов», который пройдёт 6 сентября. Некогда далёкое 1 сентября встречает школьников уже на следующей неделе. Своего часа ждут ручки, тетрадки, рюкзаки, с которыми дети отправятся в школу. Ну а тем, у кого подобного инвентаря нет, помогли сотрудники силовых структур и общественники. Мы сначала эти семьи обзвонили, уточнили, что именно необходимо. Ну вот и все однозначно сказали, необходимы, конечно, новые рюкзаки, дневники в первую очередь. Ну, всё, что просили, всё закупили. Всероссийская акция «Помоги пойти учиться» инициирована Министерством внутренних дел Российской Федерации. Мероприятие проходит уже не первый год, в том числе и в Десногорске. Благодаря этому дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, начинают новый учебный год с необходимым школьным набором. Мне очень приятно, что подарили и буду использовать всё в школе. Мне подарки помогут начать учебный год, учиться на пятёрке. Там пенал, краски, альбом и бумага, дневник, пластилин, обложки, тетради. В этом году к благотворительной акции присоединились сотрудники прокуратуры, казачества и предприниматели. Общими усилиями были приобретены обновки для восьмерых детей, которые теперь точно будут ждать 1 сентября. В конце выпуска о погоде. 27 августа в Десногорске переменная облачность ожидается дождь. Температура днём плюс 18, ночью плюс 13. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова